Общественная приемная «Единая Россия» работает в Сочи с прошлого года, а здесь обсуждают вопросы образования, экологии, здравоохранения и другие актуальные проблемы. На этот раз разбор полетов посвятили отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Вопросов у домкомов, председателей ТОС и других активистов к представителям Сочи Теплоэнерго, Водоканала, Кубаниэнергосбыта, сочинских электросетей и Гургаза накопилось немало. В основном они касались оплаты за содержание дома, тарифов, подключений к сетям и расходов на общедомовые нужды. Счета по потреблению воды и света в доме зачастую не соответствуют индивидуальным показателям. Как пояснили специалисты, разница между показаниями распределяется по всем квартирам в зависимости от их площади. Если все происходит по правилам, то эти суммы будут минимальными. А для этого необходим общедомовой прибор учета. Те же, кто занимается произволом, скручивая счетчики, будут нести ответственность в суде. Жарко обсуждаемой стала работа Краснодара и Геонгаза. У многих сочинцев, вписанные в квитанцию показания, просто не учитываются предприятием. На вопросы, почему и как решить эту проблему добросовестным абонентам, представители организации не ответили. Но пообещали разобраться в этом вопросе. Еще одна же вотрепещущая тема – присоединение новостроек к сетям, где организация или застройщик, вводивший жилой дом в эксплуатацию, не выполнил все технические условия, оставив людей, купивших у него квартиры в сложной ситуации. Там, где есть возможность осуществить технические условия, которые возможно выполнить, не затрачивая больших вложений, это, конечно, мы тут беседуем и с ресурсоснабжающими организациями, просим их помочь, и они идут, конечно, навстречу. Но есть, например, такие вопросы, по которым мы решить этого не можем. И ресурсоснабжающая организация не сможет это решить без вложения в финансовых средств значительных. Здесь ничего другого не остается, как только собирать сход граждан, объяснять им, чтобы они собирали средства для того, чтобы выполнить эти работы. Есть и другой вариант – писать заявление в прокуратуру на застройщика и в сетевую организацию с просьбой включиться в решение проблемы. В ходе встречи рассматривались также и частные вопросы конкретного дома или жилого сектора. Поэтому по итогам обсуждений было решено в дальнейшем выносить на рассмотрение конкретные вопросы по одной ресурсоснабжающей организации, чтобы была возможность комиссионного осмотра, а затем подробного разъяснения жителям всех обстоятельств. Проводить такие встречи планируется регулярно.